В течение ближайших 10 лет регион планирует полностью отказаться от свалок в пользу переработки мусора с помощью заводов, которые построят в 2017 году. Подробности новой схемы обращения с отходами обсудим с председателем общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Сергеем Сахаровым. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, чтобы понимать масштаб проблем, давайте озвучим данные по свалкам в Тюменской области. Ну, такие максимально самые свежие. То есть, где у нас в регионе самые проблемные места, может быть? Ну, основные объемы твердых коммунальных отходов образуются в Тюменской области на территории, естественно, городов, то есть Тюмень, Тобольск, Ишим, Илутаровск и Задуковский городской вокруг. На них приходится в общей массе 70% всех коммунальных отходов в Тюменской области. В настоящее время практически все отходы размещаются на свалках и полигонах. То есть, на территории Тюменской области действует 21 полигон, значит, 407 санкционированных свалок и 180 несанкционированных свалок. Вы сейчас рассказали о масштабе. Масштабным становится понятным, но хочется понять причины. Это, то есть, наплевательское отношение людей или недостаточное количество специальных полигонов? Почему так произошло и происходит в настоящее время? Ну, вы знаете, все идут по пути наименьшего сопротивления. Значит, муниципальное образование для того, чтобы минимизировать затраты, связанные с этим вопросом, пытались организовать замкнутые циклы обращения с отходами на своих территориях. То есть, метод работы с мусором, скажем так, был такой. Выкопали яму, закопали. Значит, утрамбовали. Естественно, это все никому не нравилось, ни населению, ни руководству. Значит, ситуация экологическая ухудшается, и нужно было что-то делать с этими вопросами. Насколько нам известно, была представлена новая схема обращения с отходами, и в течение 10 лет, в течение этой реализации, должны полностью исчезнуть несанкционированные свалки. Вот как эта схема будет работать? Территориальная схема обращения с отходами рассчитана до 2027 года. Значит, в данной территориальной схеме систематизированы вопросы о нахождении источников образования отходов, их количестве, местах накопления данных отходов, предприятиях, которые перерабатывают данные отходы, утилизируют, обезвреживают, а также потоки данных отходов. В территориальной схеме изложены пути решения указанных выше вопросов. В соответствии с данной территориальной схемой планируется создать на территории Тюменской области четыре кластера, вокруг которых будут концентрироваться данные вопросы. То есть решатся вопросы учета производства, транспортировки, накопления. Значит, эти четыре кластера будут сконцентрированы как раз вокруг четырех мусороперерабатывающих заводов. Их будет четыре? Мусороперерабатывающих заводов будет четыре. Кроме этого будут две мусороперегрузочные станции на территории Тюменского муниципального района. Вы сказали, четыре мусороперерабатывающих завода. Первое уже в 2017 году должно появиться. То есть в следующем. Это вообще реально? Вы знаете, 19 сентября 2014 года было заключено консессионное соглашение по строительству данных объектов. Значит, данное консессионное соглашение предусматривает строительство четырех заводов, как вот я уже сказал, да. Это Тюмень, Тобольск, Ишим и Утаровск. Кроме этого, еще раз повторюсь, две мусороперегрузочные станции на территории Тюменского района. Естественно, в раз они заработать не могут, да, то есть тем более они разные мощности. Здесь и проектные дела, строительство, установка, то есть это уже технические вопросы. Выход на полную мощность, согласно графика, запланирован на начало 2018 года. Всех четырех объектов. Конкретно для жителей в чем будет ощутимый плет, что вот будет у нас отсутствие свалок? В чем преимущество? Вы знаете, человек должен жить в гомеостазии с природой. Постулат известный. Реализация данной территориальной схемы позволит создать более благоприятный фон и более комфортную среду для проживания населения. Кроме того, появится возможность получать экономический эффект от переработки вторичного сырья. И немаловажный вопрос, решение создания территориальной схемы не подразумевает трату бюджетных средств Тюменской области. Спасибо большое за встречу. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Напомним о новой схеме обращения с отходами и переработки мусора. Мы говорили с председателем общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Сергеем Сахаровым.